Жизнь похожа на джаз. Тем она лучше, чем больше в ней импровизации. Маэстро Раймонд Паулс любит джаз, а джаз любит маэстро, так как Раймонд Паулс на рояле не играет никто. Благодаря поддержке самого знаменитого и любимого музыканта Латвии стали известными имена многих молодых исполнителей, в том числе Интера Бусулиса, который ярко проявил себя на Рижском джазовом фестивале. Неделю назад завершился очередной, уже 13-й фестиваль Рига Джаз Стейдж. Мне, откровенно говоря, радует то, что вообще начался какой-то ренессанс джазовой музыки. Одно время-то вообще ничего не было, тихо, спокойно, а сейчас что-то уже появилось. Приятно послушать молодых-молодых исполнителей. Ну, конечно, не все там звезды, может быть, и не надо, но, тем не менее, там и смотрят одна часть конкурса, это инструментальная музыка. Например, на этот год был бас-гитарист, контрбасист, тогда будет потом труба, саксофон, вот так. Но, тем не менее, хотя бы что-нибудь происходит, да. Специальной премией «Маэстро» удостоилась молодая джазовая певица из Санкт-Петербурга Кристина Ковалева. У меня есть там, между прочим, такая, так называемая, моя премия есть, да. Ну, деньги, это небольшие, там, тысячу евро, это такие, так, ну, просто, чтобы о чем-то говорить. Да, и я должен вот выбрать из солистов, и в этом году я, между прочим, и международной жюри признал лучшей исполнительницей из фестиваля, представительницы России из Петербурга, Кристина Ковалева, да. И я дал ей тоже свою, очень интересную певицу, очень интересная такая, видно, владеет разными стилями, даже такой этно, этно, джаз, и все, все вместе. Она была очень рада, что мы как-то, как-то ее признали, и, ну, я не знаю, я только сразу звонил своим знакомым в Москву, я говорю, вы знаете такую, никто ничего не знает. Я говорю, ну, поинтересуйтесь, она у нас очень хорошо прошла, все-таки она представительница вашей страны. Когда-то джаз считали музыкой для толстых. Сегодня отношение к этому музыкальному жанру кардинально поменялось. Джаз стал музыкой для интеллектуалов. В свое время глозунги, кто играет джаз в родину, были эти идиотские всякие, которые попортили очень многое, очень многое попортили. У нас были талантливые люди, я помню, в Ленинград ехали, там играли, в Айнштейн, оркестр, и все были хорошо. Ну, их как-то, 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 не знаю, почему так надо было. Ну, постепенно, постепенно, конечно, под прикрытием местного комсомола, сколько я помню, начались вот это, Аллегра, вот эти ночные дела, уже это все пошло. Джаз, это уже не так много поклонников, как популярной музыки, но все равно она есть. Она также, например, на таком уровне, как классическая музыка. Там тоже много, не слишком много, но есть, которые любят люди. Ну, и так и в джазе, который это слушает и это нравится. В этом году в джазовом конкурсе приняли участие 18 музыкантов из разных стран мира. Участница из Бразилии, Лаура Ризотто, как выяснилось, имеет латышские корни и уже изучает госязык Латвии. Лучшим джазовым басом была признана Кайса Майн Сиву из Финляндии. Раймонд Паулс особо отметил заслуги биг-бенда латвийского радио в развитии джазовой культуры Латвии и Риги, любимого города маэстро. Очень хорошо, что у нас удалось создать свой радио-бенд, профессиональный оркестр, который сейчас, между прочим, даже играл на родине джаза, и говорят, неплохо сыграли там, да, и это как-то радует. У нас красивый город, между прочим, мы сами не так как-то, но тем не менее, а как-то привлечь, ну, чем, чем, вот это именно, вот эти музыкальные фестивали или что, ну, это было то, что. Международный конкурс Рига Джаз Стейдж 2018 назвал победителей и уже стал прошлым. Но большой творческий путь его молодых участников – это будущее джаза. Счастливо!